Ровно 9 лет назад, 19 июля 2013 года, в Петербурге скончался Михаил Горшенёв, лидер и основатель культовой группы Король Ишут. Группа эта была очень чрезвычайно популярна в России, особенно в начале нулевых. И сегодня я хочу вам показать могилу Михаила Горшенёва и рассказать, как к ней можно пройти. Он был похоронен на Богословском кладбище, точнее он был тренирован, и кстати он завещал, чтобы его прах был развеян. Но вот прах его не был развеян, и он захоронен, урна с прахом захоронена на Богословском кладбище. В принципе найти место его захоронения очень просто. Если зайти с Мечниковского проспекта, через главный вход на Богословское кладбище, то идти до могилы Михаила Горшенёва примерно неспешным шагом, минут 5-7, наверное, таким прогулочным. Пройдя через главные ворота, идти по ней, по дорожке, по этой дорожке до, вот видите, храм впереди, храм Иоанна Богослова. По этому кладбище называется Богословским, вот эта зеленая крыша, небольшая церковь. И до нее, буквально до самой церкви, ну буквально может быть метров 300-350 от входа. Когда дойдете до храма, по этой дорожке, то надо будет свернуть налево, обойти, собственно говоря, этот храм. Ну его можно обойти как по часовой стрелке, так и против. Я рекомендую повернуть возле, дойдя до храма, повернуть налево на братскую дорогу, так называемую. Еще несколько слов о Михаиле Горшеневе, пока идем, немножко расскажу, хотя я думаю, что все те, кто хотят посетить его могилу, наверное, знают о его творчестве даже больше не менее. Михаил Горшенев, вообще музыкантом стал случайно. Он хотел стать военным в свое время. У него отец был военный, пограничник. Но однажды, я говорю, как пограничника, постоянно переводили на разные места службы. Однажды нам надоело, что ребенок, Виша, постоянно меняет школу и плохо учится. И вот откомандировала его бабушку в Ленинградскую область. Вот сейчас мы здесь поворачиваем на братскую дорогу. И по этой дороге надо пройти до первого поворота направо. Не надо идти до конца. До первого поворота направо. Ну и дальше. То есть, нам нужна именно эта братская дорога, только другая, правая ее сторона. Мы сейчас идем по левой, а Михаил Горшенев, правила, похоронен на правой стороне. Вот подходим к небольшому повороту. И здесь поворачиваем направо, потом еще повернем на лево. Итак, Михаила Горшенева, мама отправила к бабушке в Ленинградскую область. Вот потом туда же, собственно говоря, перевели и папу Миши. Семья воссоединилась. Но к тому моменту, надо сказать, мама заметила, что Миша уж очень молчалив. Вот даже она подозревала, что он встает в развитии. Но все было на самом деле нормально, просто мало разговаривал. В школе он научился играть на гитаре, ему это дело очень понравилось. Еще он очень полюбил рисовать, но картины его как-то вот не совсем были понятны для окружающих. И вообще он порой эпатировал своим поведением окружающих. Так однажды он решил продемонстрировать свое умение висеть на турнике, зацепившись зубами. Естественно, что зубы не выдержали, он лишился резцов. И очень долгое время их не вставлял. У него была такая довольно страшноватая улыбка, когда он открывал рот. Вот, собственно говоря, мы подходим к памятнику могиле Фила Горшенева. У могилы всегда, в любую погоду, сидят его поклонники. В общем-то, на них никто уже и не жалуется. Как правило, ведут они себя адекватно, ничего такого за редким исключением не происходит. Да, пьют пиво иногда, да, поют песни под гитару. Ну, не так, чтобы оно все кладбище, поэтому говорить, что вот как-то фанаты короля Ишута ведут себя неадекватно и как-то беспокоят соседей Михаила, ну, наверное, это было бы неправильно. Памятник вот такой очень красивый. Здесь он изображен в своем сценическом образе. Он так выступал на сцене, или вот на памятнике, на памятнике, наверное, со своей знаменитой прической, узнаваемой прической. Портрет выполнен такой перламутровый, переливается разными цветами на солнце. Я думаю, что те, кто побывают здесь, тот, ну, этот памятник, безусловно, понравится всем. Повторю, здесь всегда есть его поклонники. Здесь они проводят очень много времени, не так, конечно, как был свой палаточный. Здесь, кстати, Сой похоронен совсем недалеко, метров 50. Мы находимся на зубе Виктора Цоя, поэтому обычно, собственно говоря, приходят навестить Виктора Цоя, Горшка, так и Виктора Цоя. Здесь всегда свежие цветы, вот нужно увидеть. И, да, повторюсь, здесь всегда кто-нибудь есть, ну, люди, в общем-то, нормальные. Сегодня, наверное, здесь будет очень много людей, наверное, было уже очень много людей. Ну, скоро будет, скоро будет его день рождения. Здесь будет людей еще больше. Вот такая надеяна Михаила Горшнева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова